Друзья, приветствую вас на канале. Сегодня я хочу показать процесс подключения дисплея к микрокомпьютеру Raspberry Pi 3, который я использую в качестве сетевого проигрывателя с программным обеспечением Volumia. Подключение дисплея я буду осуществлять с помощью плагина PitPiper. Плагин это что-то вроде драйвера, это программный модуль, подключенный к основной программе. В данном случае плагин может выводить изображение вот на такие дисплеи, которые у меня в наличии. Это монохромный 20-символьный 4-срочный дисплей с зеленой подсветкой, 16-символьный 2-срочный дисплей, он у меня с голубенькой подсветкой, и знакомый многим тем, кто собирал радио по проекту Caradio 32, OLED-дисплей SSD 1306, диагональю 0,91 дюйма. Также на Алиэкспресс можно найти аналоги вот таких дисплеев, но уже в OLED-исполнении. Сейчас на экране вы видите странички продавцов данных дисплеев. Дисплеи, конечно, очень яркие, выглядят красиво, не имеют задержки по выводу информации, но ценник на них, мягко сказать, не очень демократичный. Для вывода информации из Volumia я решил использовать 16-символьный 2-срочный дисплей. Мне он показался наиболее оптимальным. Как я уже говорил в прошлой части видео, для подключения дисплея к микрокомпьютеру я использовал старый компьютерный шлейф IDE. Разъем на шлейфе как раз подходит к разъему GPU на микрокомпьютере, а для подключения проводников к дисплею я использовал разъемы типа гребенка. Ссылки на данные разъемы я оставлю в описании под видео. Данный тип дисплеев требует использования схемы регулировки контрастности. Без использования данной схемы вы не увидите какой-либо информации на дисплее. Сейчас на экране вы увидите схему регулировки контрастности. А на следующем изображении вы увидите схему подключения дисплея к микрокомпьютеру. Схема немного отличается от аналогичной схемы, используемой в радио по проекту Боба Рэдбоуна. Используются некоторые другие пины GPU. С помощью разъемов данного шлейфа я подключил также цифроаналоговый преобразователь и энкодер. Но про подключение энкодера я расскажу в следующем видео. А теперь можно перейти к установке плагина. Для упрощения процесса сборки и настройки плагина я подготовил инструкцию в формате Word. Следуя алгоритму данной инструкции, вы можете произвести установку и настройку плагина. Ссылочка на данную инструкцию будет в описании под видео. Установка плагина будет осуществляться с настольного компьютера с помощью клиента удаленного соединения PuTTY. Ссылочку на данный клиент я постараюсь оставить в описании под видео. Прежде чем перейти к установке плагина, необходимо включить на Raspberry Pi режим SSH. Для этого кликаем, зажав кнопочку Ctrl по данной ссылочке. Мы переходим в такое меню настроек, где нажимаем Enable. При нажатии ничего не произойдет, но все будет включено. Далее необходимо подключиться к Raspberry Pi с помощью клиента удаленного соединения. Для этого написать либо вот такую команду, ее можно скопировать отсюда, либо IP-адрес, по которому ваша Raspberry Pi подключилась к вашей сети. Ввожу данную команду, нажимаю Ввод. И здесь необходимо ввести логин и пароль. По умолчанию логин Volumia. Пароль тоже Volumia. Далее необходимо ввести в терминал следующие команды. Копируем их из моей инструкции. Вставляем в терминал. Здесь необходимо ввести опять пароль Volumia, чтобы установка началась. Нажимаем Ввод. Установка занимает довольно длительное время. Это будет длиться 10-15 минут в зависимости от модели вашей Raspberry и скорости чтения карты. Чтобы не затягивать время видео, я перелистну процесс установки. После установки плагина я продолжу видео. Плагин загрузился. И теперь для запуска менеджера настройки необходимо выполнить следующую команду. Вставляем ее в терминал и нажимаем Ввод. Далее необходимо ввести параметры в соответствии с вашим дисплеем. В моей инструкции приведены параметры для двух типов дисплея. Для 16-ти символенного двухстрочного и 20-ти символенного четырехстрочного. Можете копировать необходимые параметры из данной инструкции и вносить их в меню настроек. Также здесь в скобочках предложены рекомендуемые параметры. Их можно также копировать отсюда. Зажимаем левую кнопку мыши и для копирования нажимаем правую. Здесь необходимо указать пины, к которым подключен дисплей. У меня пины такие же, как у автора данного плагина. Далее необходимо ввести количество пикселей дисплея по ширине. Для 16-ти символенного это 80. Если вы используете 20-ти символенный, то это цифра 100. Количество пикселей по высоте. Для двухстрочного это 16. Для четырехстрочного будет 32. Здесь необходимо ввести драйвер, который использует дисплей. Драйвер копируйте из моей инструкции. Вот здесь у меня возникла проблема. Далее необходимо ввести часовую зону. Для моего региона сейчас вы видите на экране, как должна писаться часовая зона. Но при попытке любой другой часовой зоны драйвер не работает. Информация не выводится. Драйвер работает только в случае, если я указываю часовую зону, указанную автором этого плагина. Если кто знает, как решить эту проблему, напишите, пожалуйста, в комментариях. Для активации плагина необходимо выполнить следующие команды. Если все параметры введены правильно, то дисплей сразу же заработает. Если он вдруг не заработал, попробуйте перезапустить Raspberry Pi. Демонстрирую работу 16-симульного двусторочного дисплея. Для начала что-нибудь с радио. Радиомаяк. Старт в сезоне и спортсмены переполняли эмоции. Честно, было бы очень знаменитым, потому что 11 месяцев, как вот нас отметили. Посчитали наши болельщики, да. 11 месяцев нас не было на соревнованиях. Нигде мы даже на прокатах просто не участвовали. Радио Эхо Москвы. Это экспертиза, голос этого химика. Пусть его ФСБ предъявят. В чем дело? Это же очень просто проверка. Сейчас давайте что-нибудь в слышке. Пусть вы знаменитая о фильме «Красная жара». Какие ваши доказательства? Предъявите ваши доказательства, что этого не было. Российская власть их предъявить не может. Заодно продемонстрирую работу энкодера. При нажатии на осень кодера происходит стоп. При повторном нажатии используется стоп. При повороте по часовой стрелке перемещаемся на следующий трек. При повороте против часовой стрелки переходим на прежнюю композицию. Но по энкодеру я сниму отдельное видео. Так что на этом застрять внимания не буду. Давайте я быстро переподключу дисплей четырехсрочный и вернусь к записи. Произвел настройку плагина и подключил четырехсрочный дисплей. Так он выглядит в режиме паузы. Давайте включу воспроизведение. Информация выводится немножко по-другому. Нет таких вот заставок, как Play, Stop. Сейчас воспроизводятся флешки. Следующая композиция. Дисплей такого типа обладает некоторым запазданием. Как вот, мы недавно говорят, высокое время отклика от хитчера. Здесь тоже вот, когда такая-то бегущая острота, она немножечко всплывается. Регулировка громкости. И давайте радио. Эхо Москвы. С качественным питанием, в котором пустые калории заменяют так нужные нам витамины и минералы. В общем, по поводу подключения дисплея к Вауме у меня на сегодня все. Какие остались проблемы? Не настроить часовую зону в часах плагина. Удается только заставить его работать с часовой зоной из Соединенных Штатов. Так что придется с этим как-то мириться. Данные дисплеи не показывают кириллические символы. Ну, этот вопрос вроде бы решаемый. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу, какой вам дисплей больше понравился. Я все-таки думаю, что, наверное, приобрету аналогичный дисплей с OLED-подсветкой. На этом с вами прощаюсь. Как всегда, в описании будут все ссылочки. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Кто хочет что-то спросить или дополнить, пишите комментарии. Всем пока. С вами был Константин.